Всем привет! Меня зовут Ольга Рохас, я русская, я вышла замуж за латиноамериканца и сейчас мы живем в городе Нью-Йорке. Город Нью-Йорк это город, в котором ты можешь наблюдать абсолютно разные типажи людей, которые являются выходцами из абсолютно разных культур. Как мне кажется, такой опыт мне позволяет делиться с вами своим анализом, своим сравнением о том, какие мы разные люди этой планеты. На этой неделе получилось так, что мы с мужем много обсуждали моду и много обсуждали почему-то пластическую хирургию в целом. Такая тема у нас назрела, потому что я была в России два месяца и там я наблюдала за большим количеством модных девчонок, которые достаточно интересно одеваются, на мой взгляд. И когда я приехала сюда, то я подкупила какие-то вещи и тоже немножко изменила свой стиль. И тогда я услышала от своего мужа очень интересную вещь. Он мне сказал, ты хочешь быть либо модной, либо нравиться своему мужу, тебе нужно выбрать. И тут пошел анализ. Которым я хочу поделиться с вами. Надеюсь, это будет вам интересно и возможно вы что-то из этого, какие-то тоже для себя выводы сделаете. Дело в том, что в целом восприятие красоты в каждой культуре, безусловно, формируется стереотипами и тем обществом, в котором ты живешь. Да, конечно, твое видение прекрасного, оно может меняться в течение твоей жизни, но какая-то база, которая у тебя есть, она, безусловно, уже там есть. Потому что твой менталитет, ты его никуда не уберешь. Если человек вырос, например, в России, то, соответственно, у него есть представление, что же красиво там. Конечно, я хочу сказать, что мое представление прекрасного, оно поменялось в течение жизни. Если раньше я считала, что красиво ходить на каблуках, быть 100% всегда одета супер, в общем-то, как на парад, то, конечно, сейчас я не могу заявить именно так. И, безусловно, американский образ жизни дал о себе знать. Но сегодня мы будем говорить не о американках, не о американцах, а сегодня мы поговорим о латиноамериканках и о русских. И я постараюсь сравнить и рассказать вам свое видение и некоторые такие факты, которые я знаю об этой культуре, сравниваю с нашими. И мне кажется, они достаточно, ну, могут удивить. И поэтому давайте уже начнем. Первый факт, который, я уверена, что удивит вас, я уверена, люди, которые не прикасались к латиноамериканской культуре, для них это будет чем-то очень новым и, может быть, непонятным. Но в латиноамериканской культуре есть такая традиция, когда девочке исполняется 15 лет, то ее день рождения празднуется с очень большим масштабом. То есть это, как правило, такой очень, как бал, да, это самое большое ее день рождения. Потом вспоминают и долго говорят всю жизнь, какая у тебя была 15-летие. И, как правило, конечно же, на 15-летие дарят какой-то серьезный подарок. Так вот, в большинстве стран Латинской Америки, особенно в Венесуэле и Колумбии, предлагают родители девушкам выбрать любой подарок. И как вы думаете, что выбирают эти девушки? И они выбирают пластическую хирургию. Уже в 15 лет они выбирают, что бы хотели они в себе поменять. Такие действия, безусловно, диктуются обществом, потому что так делают все. И, по всей видимости, я не совсем здесь уверена и объективно буду ли я, но такие общеприметные подарки, как в виде пластической операции на 15 лет, так как это повсеместно, такой выбор делают большинство девушек. Для них важно иметь округлые формы, для них важно привлекать внимание мужчин. В принципе, я думаю, что во всем мире для девушек очень важно привлекать внимание мужчин. В Колумбии, в Венесуэле, в Перу, вообще в целом Латинской Америке. Я не думаю, что проводятся с девушками какие-то психологические работы. Скорее всего, это просто желание быть такими, как все, как и подвести себя под модель стандарта красоты, которая существует в этой стране. И сейчас плавно переходим к тому, какой же стандарт красоты. Когда я жила в России, у меня был такой небольшой даже комплекс, сформировался, потому что у меня очень атлетический склад фигуры, и у меня достаточно мускульное тело. Как сказать, мускульное, не знаю, звучит ли оно хорошо по-русски, но, в общем, очень атлетическое. И люди говорят, всегда спрашивают, каким спортом занимаешься. На самом деле, это генетика мне подарила такое тело, достаточно такое сильное, увесистое, особенно нижняя часть тела. И когда я жила в России, мне было с этим не очень комфортно, потому что большинство русских девушек, оттуда и выходит стереотип красоты. Они очень худые, высокие, у них очень худые ножки, они высокие, они очень хрупкие, да, и я по понятным причинам не подходила под этот параметр. И, конечно же, когда мне было 16, я переживала, я разговаривала с мамой, что же мне делать. И мама мне сказала одну очень мудрую вещь. Ты найдешь своего любителя. Мама, спасибо, я знаю, что ты смотришь это видео, тебе огромное спасибо за этот совет, за это вразумление, что ты мне дала понять, что на каждую, на тебя найдется свой любитель. И это действительно так. Я нашла своего мужа, он влюбился в меня. Вот первое такое, что привлекло его внимание, это были как раз-таки мои ноги, моя округлость в нижней части. Вот, и для него это было, ну, первое притяжение, да, его внимания, он обратил внимание. Вот, и если в России, как мне казалось, ты абсолютно не пользовалась никаким спросом, да, как раз пользовались девушки более худые, то латиноамериканцы, как говорит мой муж, он абсолютно не воспринимает худых девушек как женщин. То есть, он говорит, я смотрю на худую девушку, у которой нет форм, да, то есть ни снизу, ни сверху, для меня она, ну, со слов моего мужа, для меня она как мужчина. То есть, я понимаю, что есть разные вкусы, но мой вкус именно такой. И когда я смотрю, какие девушки пользуются спросом в Латинской Америке, да, какие модели, какие блогеры, какие ведущие телевидения, все же это отражает видение прекрасного, безусловно, да, кто на телевидении, кого они приглашают. Как правило, все эти девушки имеют очень округленные поверхности своего тела. И не мудрено, что эти девушки делают себе пластические хирургии уже так рано, начиная с 15 лет. Надо сказать, даже в Америке, американки очень часто летают в Латинскую Америку, чтобы сделать хирургию, потому что там это просто гораздо дешевле, нежели чем в Америке. Но в целом вот такая вот, и уже уровень, получается, хирургии достиг достаточно хорошего уровня, так как просто количество операций, количество опыта, который доктора, да, проделают, он достаточно высокий. Я ни в коем случае не пытаюсь вас сейчас привести к той мысли, что вам нужна эта хирургия, просто пытаюсь рассказать разницу восприятия красоты в разных менталитетах и разных культурах. Исходя из того, что латиноамериканские девушки, они знают, что пользуются спросом и популярностью, когда у них округлое тело, у них... Я постараюсь ставить разные картинки, чтобы это было понятно, наглядно, да, то есть они пользуются популярностью, когда это все округлое. Тем временем девушки, которые более худые, они больше пользуются популярностью в России. Соответственно, исходя из разного типа фигуры и разного желания видения красивого, сформируется чувство стиля и моды, и выбор одежды. Как раз-таки, когда мы с мужем разговаривали, он мне говорит, понимаешь, твоя фигура очень латиноамериканская, у тебя есть округлости, тебе нужно подчеркнуть свою тонкую талию, и тебе не идет эта мода, которая сейчас так пользуется популярностью в Европе. Как мы все знаем, в Европе сейчас очень пользуется популярностью оверсайз, такая маскулинная мода, когда девушка вроде бы такая вся утонченная, худенькая внутри, и вот эти вот очень грубые сочетания грубости, да, какое-то это все, как будто папина одежда, да, эти кроссовки все гигантские, это все гигантские куртки, все это оверсайз, это дает вот такой вот контраст этой тонкости тела с грубостью одежды. Безусловно, на худеньких девушках это смотрится, на мой взгляд, очень интересно и привлекательно, в то время как мой муж говорит, что это абсолютно для него не является никакой, никакой видением прекрасным. Вот если мужчины, вы смотрите сейчас это видео, дайте, пожалуйста, знать, как вы относитесь к моде оверсайз, насколько вам это нравится в девушках, насколько вы видите в этом красиво, очень интересно именно ваше мнение, потому что очень часто мы в погоне за модой забываем, а что же нравится нашим мужчинам. Да, конечно, мы одеваемся для себя, но давайте не будем лукавить, мы тоже хотим выглядеть в глазах нашего мужчины тоже привлекательно. Поэтому фраза, которую мне сказал муж, тебе нужно выбрать, либо ты хочешь быть модной, либо ты хочешь быть красивой и привлекательной для своего мужа, мне очень сильно закоренилась в голове моей, и я начала себя спрашивать, а действительно, а что же для меня важно, просто быть модной или нравится мужу, я понимаю, что ему нравится, допустим, я опять-таки постараюсь ставить картинки, как, допустим, видение, как одеваются латиноамериканки сегодня. Практически никто там не ходит в оверсайзе, в Латинской Америке, про Америку я ничего не говорю, да, в то время как в России это повсеместно, уже никто не носит скинни джинс, да, все ходят в мамс джинс, или там еще какие-то, в общем, разные бананы, все что угодно, но все, что не облегающее. И когда мне муж говорит, что я бы хотел наоборот видеть твои обтягивающие какие-то штаны, да, и он, кстати, не очень сильно любит платье, он именно любит джинсы и рубашку, все, конечно же, должно быть не оверсайз, все должно быть достаточно такое более классическое, что ему нравится. Я не знаю, если это так все мужчины латиноамериканцы, или именно мой, но, в общем-то, мой не очень любит всю эту оверсайз моду, и говорит, что это выглядит нелепо, это не выглядит, подчеркивает, это не подчеркивает твою фигуру, это не выгодно для тебя, почему ты, в общем-то, стремишься за модой. И тут такое противоречие, я вроде бы по-европейски понимаю и вижу, что это красиво, но, с другой стороны, я понимаю, что я совсем другая, и действительно, мода, где не подчеркнута моя талия, да, мне достаточно тяжело с такой модой работать, просто потому, что это самая худая часть моего тела, и, безусловно, достоинство нужно подчеркнуть. Что касается поведения девушек, конечно же, в разных культурах девушки себя ведут совсем по-разному, и дело в том, что все остальные пункты, они, безусловно, связываются с тем, как девушка будет себя вести. Например, в Латинской Америке девушки однозначно гораздо более ревнивые. Но это неспроста, и, конечно же, если перед тобой в очереди стоит девушка с обтягивающими, и вообще кругом всеми формами, безусловно, даже ты, девушка, будешь обращать на нее внимание, уже подавно мужчины. Конечно, они все будут смотреть, потому что это очень сильно привлекает внимание, да, вся обтягивающая, все на показ. Конечно же, оттуда же рождается и различная ревность, да, различные такие эмоции, которые не уверены в своем партнере, вот, и поэтому со слов моего мужа, хотя ладиноамериканские девушки, они более не уверены в себе, но также нужно отметить, что и количество измен, таких открытых измен, да, то есть они даже этого не стесняются. Если в России, вот мы всегда с мужем, кстати, об этом спорим, есть ли измены в России, я говорю, ну, вообще, наверное, да, но я не знаю о них, вот. Но в Латинской Америке это настолько повсеместно, настолько открыто, и вообще то, что у тебя дети только от одной женщины, это достояние, ты вообще герой такого вселенского масштаба, если у тебя есть дети только от одной женщины. В то время как в России наверняка тоже изменяют, я, конечно, не знаю, но подозреваю, что да, так как количество разводов в России тоже очень большое. Ну, тут тоже спорный вопрос, который я обязательно, если вам интересно, мы можем обсудить с вами в других видео, да, какие вот разницы в парах, в отношениях, как они себя реагируют и ведут и связаны с разводами, дайте мне, пожалуйста, в комментариях тоже знать, если вам это интересно. Но в целом русские девушки, они более уверенные в себе, хотя тенденция вот есть и в России, и в Латинской Америке показать все, что у тебя есть в своем, быть во всеоружии всегда. Вот эта тенденция, мне кажется, объединяет, допустим, там русских и колумбийок очень сильно, потому что и русская, и колумбийка, они всегда во все параде, они всегда одеты с иголочки, стараются, они всегда ухожены, у них всегда маникюр, у них всегда, в общем-то, красиво они одеты по моде, по собственному видению прекрасного, но как и латиноамериканки, вот, допустим, колумбийки, так и русские, они выходят на охоту каждый раз, когда они выходят за двери своего дома. Это очень объединяющий факт, и, как мне кажется, это очень сильно связано с нашей историей. Дело в том, что как и в Колумбии, так и, например, в России, в 90-е годы повсеместно были картели, бандиты, криминалы, все вот это вот, понимаете, вся вот это вот, все это болото, и оно, безусловно, диктовало некоторые правила красоты. То есть, если девушка, она хочет быть с каким-то, в общем-то, авторитетом, ей нужно было показать на все, что она способна, да, вот, показать все, что у нее есть во всей оружии. Ты никогда не знаешь, что на тебя обратит внимание, и, как мне кажется, вы, конечно, можете со мной согласиться, это так или иначе тоже было связано с тем, что у нас есть ощущение, что мы всегда должны хорошо выглядеть, да, в 90-е годы это подтвердилось, и это только продолжало все дальше и дальше. Это, конечно, уходит более глубоко в корни вот этого желания постоянно хорошо выглядеть, вот, но именно и в Колумбии тоже вот это желание хорошо выглядеть, оно постфактум во всей этой нарко-трафике и желании, и видении красивого, да, что для них оно тоже сделало определенный след. Но на сегодняшний день, когда приезжаешь в Нью-Йорк, то ты очевидно понимаешь, что две соперницы всегда это будет колумбийская девушка и русская девушка, потому что они всегда во все оружии, они действительно натурально красивы, и плюс они за собой следят, и поэтому колумбийки и русские в Америке считаются, ну, такими акулы, как я их называю, акулы-каракулы, которые могут и хотят и охотятся на мужчин. Я думаю, что на этом все. Огромное спасибо, что досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что такой экскурс в разных два менталитета был для тебя интересный. Если тебе нравится такого рода видео, обязательно дай мне знать в комментариях. Подписывайся на мой канал, и мы увидимся с тобой в следующих видео. Пока-пока!